Иисус призывал учеников быть упорными. Однажды они попросили Христа научить их молиться. Евангелие от Луки, 11 глава, с первого стиха. И в ответ Иисус сказал Евангелие от Луки, 11 глава, со второго по четвертый. Прочитаем вместе с вами Евангелие от Луки, 11 глава. Со второго по четвертый. Что тут написано? Молитва Отче наш. Всю эту молитву, я надеюсь, вы знаете. И вот сразу после молитвы Отче наш, Иисус показывает ее практическое значение. Он рассказывает историю. Объясняющую, насколько важно быть упорным. Настойчивым и постоянным молитвам. Давайте прочитаем упорным, настойчивым и постоянным. С пятого стиха, 11 глава, Евангелия от Луки, Илья нам прочитает. С пятого по десятый стихи, 11 глава. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь. И скажет ему, друг, дай мне взаймы и ответы. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему подружбе с ним, то, по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащий вам отворят. Позже Иисус снова учил о важности уборства и настойчивости. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 7 стихи. Это еще одна притча о настойчивой вдове, 18 глава Евангелия от Луки, с 1 по 7. Я думаю, вы знаете эту притчу, мы не будем ее читать о настойчивой вдове, которая приходила к судье постоянно, каждый день, снова и снова просила об одном и том же. Этот урок настойчивости был необходим для учеников. Этот урок настойчивости был необходим для учеников. Поскольку им предстояло завоевать мир. Поскольку им предстояло завоевать мир. Красная паста. Вера в силу Бога и настойчивость в прошении жизненно необходимы для учеников. Следующий пункт нашего списочка, плана. Е. Мы записывали под буковкой Е. Иисус призывал учеников стать всем для всех. Вера в силу Бога и настойчивость в прошении жизненно необходимы для учеников. Иисус призывал учеников стать всем для всех. Ученики наблюдали всегда очень внимательно за действиями Иисуса. И часто они удивлялись. Внимательно наблюдая за действиями Иисуса, ученики часто удивлялись. Один из таких случаев был, когда Иисус призвал мытаря стать своим учеником. Один из таких случаев был, когда Иисус призвал мытаря стать своим учеником. В то время мытаря служили во благо чужому государству, римскому в частности. Действия Иисуса всегда подчеркивали тот факт. Действия Иисуса всегда подчеркивают тот факт. Что ученики должны идти ко всем людям. Независимо от рода их деятельности. Призыв быть. Призыв быть означает намного больше, чем просто верить. То есть, когда мы говорим, что ученик должен быть всем для всех. И вот это слово «быть» означает намного больше, чем просто верить. Главный вопрос состоит не в том... Главный вопрос состоит не в том... ...что нам нужно знать... ...а в том, кем нам нужно знать... ...а в том, кем нам нужно знать... Стать кем-то — это не просто овладеть какой-то информацией. Стать кем-то — это не просто овладеть какой-то информацией. Это значит преобразоваться в новую личность. ... ... ... ... Следующий призыв — увидеть. ... Что призывал увидеть Иисус своих учеников? Что они должны были увидеть? Прежде всего, мы с вами записали, что Иисус старался показать ученикам истины. То есть, они должны были увидеть истину. Истину, которая давала им свободу. В Евангелии от Иоанна 8, 31, Иисус объясняет то, каким является истинный ученик. Иоанна 8, 31, Иисус объясняет то, каким является истинный ученик. Иоанна 8, 31. Давайте откроем, прочитаем. Это очень важный стих для нас, для учеников. Иоанна 8, 31, Иоанна 8, 31, В 8, 31, иоанн 36, иоанна 8, 31, Иоанн, Родис. ... ... помиравшим в него, Евгений. Если ты будешь не стоим о нем, то истинно молиться, чему ты будешь. Что отличает истинного от неистинного ученика? Видите? В чьем слове надо пребывать истинному ученику? Да. И вот сразу же после этого, смотрите, с 32 стиха по 35, в этой же 8 главе Евангелия Пиана, Иисус говорит о необходимости познать истину. Однако реакция на его слова была отрицательной. В 36 стихе 8 главы Евангелия Пиана Иисус указывает на необходимость познать истинный источник свободы. В 36 стихе 8.36 Иисус указывает на необходимость познать истинный источник свободы. А кто источник свободы? В 36 стихе мы читаем «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус послал своих учеников в мир, который находился в плену к сатане. Иисус послал своих учеников в мир, который находился в плену к сатане. Он не избавил их Он не избавил их от политического пленения. От политического пленения. Но его последователи обрели свободу. Но его последователи обрели свободу, которая по природе была неприходящей и полной. Неприходящей и полной. В каждом человеке живет врожденное стремление к свободе. В каждом человеке живет врожденное стремление к свободе. Источник свободы – знание истины. Источник свободы – это знание истины. Как только ученики смогли понять истину, им необходимо было принять эту истину. Им необходимо было принять эту истину. Понять и принять – подчеркнили. То есть, когда вы людям объясняете истину, они понимают эту истину. Но мы должны делать ударение, что если человек понимает истину, он должен принять эту истину, если он хочет освободиться. Потому что только понимание истины не делает человека свободным. Нужно принять эту истину в свое сердце. Следующий пункт. О чем говорил Иисус своим ученикам о грядущем урожае? Евангелие от Иоанна 4 глава 31-35 стихи. Евангелие от Иоанна 4 глава 31-35 стихи. Евангелие от Иоанна 4 глава 31-35 стихи. Почитает нам Авеллина. Что там написано? Евангелие от Иоанна 4 глава 32-35 стихи «Тан» 4 глава 31-35 стихи. Здесь Иисус объясняет, что такое настоящая пища. Здесь Иисус объясняет, что такое настоящая пища, говоря об исполнении воли Отца. Он призывал учеников понять, что урожай человеческих душ уже созрел. Он призывал учеников понять, что урожай человеческих душ уже созрел и готов к сбору. Он хотел, чтобы ученики видели урожай. Он хотел, чтобы ученики видели урожай и понимали потребность в работниках, которые мы собирали урожай. Евангелие от Матфея 9, 37, 38. Евангелие от Матфея 9, 37, 38. Также Луки. Евангелие от Луки 10, глава 1, 2 стихи. Следующий призыв. Призывает учеников творить еще большие дела. Четырнадцатая глава Евангелия от Иоанна. Иисус готовит учеников к своему отшествию. В 14 главе Евангелия от Иоанна Иисус готовит своих учеников к отшествию. К своему отшествию готовит. Утешая их он говорит. 14 глава 2 стихи. Евангелия от Иоанна 14, 2. Что он там говорит? В доме отца на его обители много. А если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам. Это 14 глава. И вот в двенадцатом стихе. В двенадцатом стихе этой же главы. 14, 12. Что мы с вами видим? Он говорит. Истинно, истинно говорю вам. Верующий в меня дела, которые творю я. И он сотворит. И больше сих сотворит. Потому что я в концу моему иду. Он говорит им о том, чтобы они вершили большие дела. И мы с вами уже отмечали, что ученики поражались успехом. Всем тем чудесам в служении Иисуса. Но Иисус о чем говорит им здесь? Он хотел, чтобы они поняли, что они могут добиться еще большего. Иисус о том, чтобы они вершили уши. Иисус о том, чтобы они не теплые. Иисус о том, чтобы они не терялись то, что они не верят. О росте царства, но при этом указывал и на оппозицию, на враждебность, с которой они столкнутся. Успех придет не безболезненно. Успех придет не безболезненно. Евангелие от Иоанна 16, 2. Марка 13, 9. Исполняя миссию Христа, в этом мире ученики создадут себе врагов. Исполняя миссию Христа, в этом мире ученики создадут себе врагов. При этом Иисус призывает их еще больше любить мир, то есть людей. Любовь способна уничтожить врага, превратив его в друга. Способна уничтожить врага, любовь, так превратив его в друга. Следующий призыв, он призывал учеников понять, в чем состоят истинные приоритеты в жизни. Когда 70 учеников вернулись после своего служения, они очень радовались от своих побед. Евангелие от Луки, 10 главы 17 по 20 говорится. Однако Иисус хотел, чтобы они поняли, что их победы – это не самое главное. Одерживая победы, можно забыть о самом важном. Наша радость должна быть не в наших победах, а в том, что Евангелие от Луки есть ситуация. А в чем наша радость должна быть? Наши имена. Правильно. Правильно, брат. А в том, что наши имена записаны на небесах. Следующий призыв Иисуса. Он призывал учеников видеть то, что видит Бог. А что же видит Бог? Евангелие от Луки, 10 глава. С 22 по 24 стихи. Все открыли Евангелие от Луки, 10 глава. Евангелие от Луки, 10 глава. Евангелие от Луки, 10 глава. И кто отец, и кто отец, и кто отец, и кто отец. Такому, кто не хочет искать, и вернувшись до учеников на один день, сказал, что влажайте мне эти очи, что бачите вы. Скажу вам, что много людей, которые вы видели, что бачите вы. Дальше вы не видели, и вы почуете, что чувствуете вы, и не чувствуете. Субтитры сделал DimaTorzok